Здравствуйте! Вас приветствует педагог детского эколого-биологического центра Росток Латыпова Светлана Занединовна. Сегодня мы с вами будем изучать постановку и автоматизацию звука Ж. На том занятии у нас была тема постановка и автоматизация звука Ш. Два эти звука очень похожи друг на друга. Почему? Сейчас я вам объясню. Для звука Ш и Ж позиции губ и языка одинаковы, то есть наш язычок направляется вверх в виде чашечки, губки вытягиваются вперед хоботочком. Только при звуке Ш горлышко молчит, так как этот звук глухой, а для звука Ж нужно, чтобы наше горлышко задрожало, так как этот звук звонкий. Сейчас подробнее мы с вами это разберем. Итак, сейчас внимание на экран. Что же мы с вами сейчас будем делать? Сейчас все сделаем упражнение чашечка и подержим ее 7 секунд. Пробуем, делаем. Пробуем. Хорошо. Теперь делаем упражнение. Тянем губки хоботочком вперед, как у слоника. Тянем, 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 тянем. И здесь изображен звоночек. Это означает, что наше горлышко должно задрожать. Сейчас мы ладошку кладем на горлышко. Делаем упражнение чашечка. Губки вытягиваем вперед и пробуем произнести звук Ж. Пробуем. Ж. Вы должны почувствовать, что ваше горлышко дрожит, ребят. Давайте еще раз пробуем. Ж. Звук Ж, ребят, мы ассоциируем с песенкой жука, да? Звук Ш мы ассоциировали с песенкой змеи, как змейка шипели, да? Звук Ж мы ассоциируем с песенкой жука. Еще раз, ребятки, смотрите. Для того, чтобы правильно произнесся звук Ж, нам с вами нужно удержать эту чашечку внутри рта. Потому что у многих ошибка такая. Они вроде поднимают чашечку, а когда ротик закрывает свой, чашечка падает вниз. Поэтому вместо Ш вы слышите звук С, произносите. Вместо Ж вы произносите звук З, так как язычок падает вниз. А нам нужно удержать язычок наверху. Если вдруг у вас не получается, ребят, можно взять ватную палочку и немножко поднажать на язычок. Или не то, чтобы поднажать, а держать язычок, чтобы ваша палочка удержала язычок наверху. Так, еще раз попробуем и пойдем дальше. Чашечку делаем, губки вытягиваем вперед и держим горлышко, чтобы вы почувствовали, что ваше горлышко дребезжит и дрожит. Поехали. Хорошо. Если у вас это все получилось, идем дальше. Сейчас мы с вами будем произносить слоги на Ж. Поехали. Медленно выделяем звук Ж, не забываем, мы только учимся, поэтому мы делаем все медленно и ушками слышим звук Ж. Мы должны услышать, что вы произнесли его правильно. Так, давайте еще разок. Произносим звук Ж, да? Поднимаем язычок, губки вытягиваем хоботочком. Ж-ж-ж-ж-ж-у. Не должно получиться З-у, да? Если у вас получился звук З-у, значит, ваш язычок упал вниз. Его нужно поднять и удержать наверху. Следующий слог Ж. Поехали. Ж-ж-ж-ж-о. Ладошку можно держать на горлышке, чтобы чувствовать, что ваше горлышко дребезжит. Многие ребятки заменяют звук Ж уже не на З, а на Ш, так как горлышко у них молчит и не дребезжит. Вот для этого мы и кладем ладошку на горлышко, чтобы вы почувствовали, что ваше горлышко задрожало, ребят. Следующий слог Ж. Поехали. Ж-ж-ж-ж-а. Если у вас надуваются щечки, ребятки, ладошками, щечки просто придерживаем, не надо сильно нажимать. Ж-ж-ж-а. Хорошо. Следующий звук Ж. Ж-ж-ж-и. Еще раз. Ж-ж-ж-и. Хорошо, молодцы. Дальше. Сейчас мы с вами будем произносить слова, где звук Ж мы слышим в начале слова. Напоминаю, звуки мы можем слышать в начале слова, в середине и в конце. Вот сейчас мы будем произносить звук Ж в начале слова. Итак, первое слово. Ж-ж-ж-а-ба. Пробуем, произносим. Язычок наверх, чашечку, губки тянем вперед. Ж-ж-ж-а-ба. Хорошо. Следующее слово. Поднимаем язычок. Не забываем язычок поднять. Губки тянем вперед. Ж-ж-ж-и-ра-б. Хорошо. Произнесли. Следующее слово. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-о-лудь. Пробуем, произносим. Следующее слово. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. В начале жужжим, как жучок, да, а потом произносим все остальные звуки. Выделяем наш сегодняшний звук Ж. Чувствуем, что наше горлышко дрожит. Обратите внимание, когда мы с вами произносим звук Ж, зубики, на зубы смотрим, верхние стоят на нижних. Это тоже очень важно. То есть Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. Иногда ребятки, получается, произносят так, что верхние зубы перекрывают нижние. Если вы будете это произносить около зеркала, то есть смотреть на себя, да, то вы будете это видеть. Нужно стараться поставить зубы на зубы. То есть верхние стоят на нижних. Губки тянем хоботочком. Это правильная позиция звука Ж. Если слова у вас получились, то можно идти дальше. Но если, ребят, у вас не получается звук Ж, нужно вернуться к самому началу. То есть еще раз с чашечки губки выдвигать вперед хоботочком и трогать горлышко, чтобы горлышко задрожало. Так, идем дальше. Следующие картинки у нас посвящены, что звук Ж у нас находится в середине слова. Итак, поехали. Первое слово. Медвежонок. Пробуем, произносим. Звук Ж в середине слова. Следующее слово. Морожено. Следующее слово. Флажок. Пробуем, произносим. Следующее слово. Ножницы. Молодцы, если у вас получилось. Ребятки, никуда не торопимся. Слова быстро не произносим. То есть у нас не должно получиться медвежонок. Быстренько. Мы должны именно выделить этот звук. Медвежонок. Потянуть его, да, немного. Так, следующие картинки посвящены, где звук Ж мы слышим в конце слова. Поехали. Ё-Ж. Пожужжали, да? Как жучок. У-жжж. Угу. И следующее слово. Но-жжж. Отлично. А, ребят, если у вас всё получается, но когда вы отзанимались, и когда вы свободно общаетесь со своими друзьями, с родителями, у вас всё равно могут допускаться ошибки. Поэтому прошу родителей исправлять детей, если вдруг они произносят неправильно. Но это если уже звук Ж начал хорошо получаться. Просто при быстрой речи они также могут этот звук не замечать, они его произносят быстро и также могут Ж менять на З. Поэтому для этого родители ребёнка останавливают и просят произнести правильно. Потом ребёнок уже сам будет слышать, если он будет произносить слова неправильно и сам себя исправлять. Но вначале ему нужно будет помочь. Так, идём дальше. Сейчас мы с вами будем произносить слова, где есть звук Ж. В некоторых словах звука Ж нет, поэтому вы будете говорить, что в этом слове нет звука Ж. Так, первое слово, которое мы с вами произнесём. Так, давайте будет вот это слово. Это у нас, видимо, пиджак. Попробуйте сами произнесите это слово. И скажите мне, пожалуйста, есть ли в этом слове звук Ж? Правильно, в этом слове есть звук Ж. И также я вам задаю вопрос, в какой позиции вы слышите этот звук? В начале слова, в середине или в конце, ребят? В слове пиджак. В слове пиджак звук Ж слышится в середине слова. Верно, давайте ещё раз попробуем вместе его произнести и выделить звук Ж. Пиджак. Хорошо. Следующее слово попробуем произнести. Вот это. Пробуем сами произносим. Кто это у нас? Скажите, пожалуйста, есть в этом слове звук Ж? В этом слове нет звука Ж. Правильно. В слове белка звука Ж нет. Следующее слово, ребятки, баклажан. Пробуем, произносим. Есть ли в этом слове звук Ж? И в какой позиции вы слышите этот звук? Пробуем, произносим. Правильно. В этом слове есть звук Ж. В середине слова. Ещё раз вместе со мной произносим его. Баклажан. Выделили звук Ж. Отлично. Следующее слово. Слово жук. Пробуем, произносим. Но в этом слове уж точно есть звук Ж, да? Так как мы звук Ж ассоциируем с жуком, с песенкой жука. Пробуем, произносим. Жук. В какой позиции вы слышите звук Ж в слове жук? В начале слова. Умнички. Дальше поехали. Давайте произнесём слово вот это. Кто это у нас? Жеребёнок, ребятки, да? Жеребёнок. Скажите, пожалуйста, в слове жеребёнок есть звук Ж? Правильно. Звук Ж есть в слове жеребёнок. В какой позиции вы слышите звук Ж? В начале слова. Хорошо. Ещё раз давайте произносим язычок в чашечке наверх. Губки тянем вперёд. Горлышко дрожит. Жеребёнок. Ещё раз. Жеребёнок. Ещё раз, ребятки, вам говорю. Если вдруг не получается удержать язычок сверху, можно взять ватную палочку, просунуть и вот так удерживать язычок. Следующее слово давайте назовём вот это. Что за картинка? Произносим. Жираф. Есть в этом слове звук Ж? Правильно, есть. В какой позиции мы слышим звук Ж, ребятки? В начале слова. В начале слова. Правильно. Следующее слово произносим вот это. Смотрим на картинку. Это у нас малина. Скажите, пожалуйста, в слове малина есть звук Ж? В слове малина нет звука Ж, вы правы. Следующее слово вот это. Пробуем, произносим. Как оно называется? Жёлудь. Хорошо. Скажите, пожалуйста, в слове жёлудь мы слышим звук Ж? Ж, слышим. Где мы слышим? В какой позиции звук Ж слышим? В начале слова. Ещё раз произносим. Жёлудь. Отлично. Следующее слово. Крыжовник это у нас. В слове крыжовник мы слышим звук Ж? Ж, слышим. В какой позиции мы её слышим? В середине слова. Правильно. Ещё раз произносим. Кры-ж-ж-ж-о-вник. Выделили звук Ж. Итак, дальше поехали. Сейчас игра похожая. Посмотрите внимательно. Дома самостоятельно, пожалуйста, проиграйте эту игру. Поиграйте. Также произносим слово. Думаем, есть ли в этом слове звук Ж? Если есть, то в какой позиции? В начале, в середине или в конце слова? И правильно произносим. Никуда не торопимся. Выделяем звук Ж. Это ваше домашнее задание будет. Следующее смотрим. Сейчас у нас будет... Будем автоматизировать звук Ж в стихотворениях. Везде встречается звук Ж, поэтому очень внимательно. Поехали. У-Е-Ж-Ж-Ж-А-Е-Ж-Ж-А-ТА. Вот смотрите, здесь такая игра очень интересная и полезная. То есть мы сейчас будем называть родителя и детеныша. Ещё обратите внимание, что мы называем детёныши во множественном числе. Можно назвать в единственном числе. Так, давайте ещё раз. У-Е-Ж-Ж-А-Е-Ж-Ж-А-ТА. Звук Ж в серединке слова. Пробуем, произносим. Дальше. У-У-Ж-Ж-Ж-А-Е-Ж-Ж-А-ТА. Пробуем, произносим. Выделяем звук Ж, язычок наверх. Губки тянем хоботочком. Пробуем, произносим. Следующее. У-Ч-Ж-Ж-Ж-А-ТА. Пробуем. У-Ж-Ж-Ж-А-ТА. У-Ж-Ж-Ж-Ж-У-Ч-А-ТА. У-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Я-ТА. Никуда не торопимся. Звук жеребятки выделяем. Так, дальше идем. Сейчас нам нужно будет закончить предложение, ребят. И подходящие картинки нужно будет подобрать нужную картинку. Картинки вот здесь внизу. Поехали. Жа, жа, жа. Есть иголки у кого? Е, жа. Выделили звук ж. Когда вы произносите слоги жа, 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 тоже не торопитесь. Опыт показывает, что ребятки, когда произносят быстро жа, 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 они все-таки делают ошибки. Ва, 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 за, 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 да, да, да. Вот так они делают. Поэтому также внимательно язычок поднимаем, чувствуем, что вы его подняли. Губки тянем, горлышко дрожит. Не забываем про это. Дальше. Жу, жу, жу. Рыбу мы дадим. Кому интересно? Думаем, какая картинка подходит? Ну, я думаю, вот это. Мар-жу. Можно повторить еще раз. Можно потом, когда уже занятие наше закончится, по-новой пройти это, да, по-новой проговорить эти же слова и предложения. Хорошо. Дальше поехали. Жог, жог, жог. Развивается. Ну, видимо, флажок. Флажок. Еще раз давайте сделаем чашечку, чтобы закрепить. Ж, еще раз. Ж, молодцы. Следующие, ребятки. Жог, жог, жог. Очень вкусный. Что? Пирожог. Дальше поехали. Жди, жди, жди. Осенью идут дожди. Молодцы. Дальше. Жан, жан, жан. Рукой я, ребятки, показываю. Это то, что язычок ваш должен быть в чашечке. Мама жарит баклажан. Выделили звук ж. Так, дальше идем, ребятки. Дальше также мы автоматизируем звук ж в стихотворениях, в загадках, в поговорках. Так, давайте мы с вами первое проговорим, а второе вы дома самостоятельно уже. Хорошо? Давайте. Испугались медвежонка. Повторяем за мной. Кто умеет читать, сами читаем, произносим звук ж, не забываем выделять. Ёж, с ежихой и с ежонком. Повторяем. Чиж, с ежихой и с ежонком. С триж, с ежихой и с ежонком. Еще раз без меня, потом повторите это стихотворение. Итак, ребятки, на этом у нас с вами занятие закончилось. Дома не забываем повторять. Мы с вами изучили уже звук ш и звук ж. Я вам сказала, что они очень похожи друг на друга. То есть позиции губ и языка одинаковые. В чем различие? Для звука ш горлышко молчит, для звука ж горлышко дребезжит и дрожит, так как звук ж звонкий. Дома повторяем. Если не получается, возвращаемся к самому началу. При помощи ватной палочки вы можете удержать язычок наверху. Если вдруг у вас не получается его держать наверху. Но все же мы пробуем это делать. Так, на этом наше занятие закончилось. Рада была вас видеть. Всего вам самого хорошего. Будьте здоровы. До новых встреч.